Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Соколов сообщил активистам, что дал распоряжение о приостановке всех работ по строительству объекта. При этом в июле проведут обследование участка, изучат все аргументы по его выбору. В августе в РИА пообещал снова приехать в Слободской и обсудить с общественниками результаты. Соколов подчеркнул, что это не означает отмену строительства завода в регионе, так как такой объект нужен. Также глава региона попросил жителей не додумывать о вреде завода. Речь не идет об опасных отходах, только о коммунальных. Решение о возможности продолжения работ примут в течение одного-двух месяцев. К слову, речь о том же самом объекте, который ранее не построили в Лубягином. Программа «Экономика». На «Маяке» начали выпускать оборудование для газовой отрасли. Это совместный проект с партнерами из Южной Кореи, который направлен на импортозамещение. Специалисты из Южной Кореи передали кировскому предприятию разработку. На «Маяке» технологию адаптировали под российские потребности и запустили производство компрессорного оборудования. Использовать его можно, например, на газозаправочных станциях. Новая установка требует меньших затрат на обслуживание, чем аналоги, и имеет больший срок эксплуатации, рассказал гендиректор кировского завода «Маяк» Виктор Жилкин. Правительство окажет поддержку предприятию на реализацию проекта. Это льготный заем на 30 миллионов рублей. Соколов предложил продавать в Победилово меховые шапки. Идею в Рио губернатором Александр Соколов высказал во время посещения звероводческого племенного хозяйства «Вятка». Там уже более 60 лет разводят пушных зверей, а затем отшивают одежду из меха. Соколов предложил предприятию открыть магазин в Кировском аэропорту и высказал уверенность, что покупать товар точно будут. Цитируют цены приемлемые. Через аэропорт летают люди, которые могут купить шапку за 4000 рублей. Билеты же на перелет покупают, сказал Соколов. Продавать в Победилово Соколов предлагает шапки и другие товары производителя. А вот шубы, по его словам, которые приводят бизнес-новости в Кирове, в аэропорт не надо. И в завершении выпуска курсов валют. Доллар сегодня 51,16 рубля, евро 53,84 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.